Александр Васильевич вот вы выпустили видео книгу что вы подразумеваете и для чего она нужна расскажите вот мне может быть не ясно или кому другому мало ли будет не ясно спасибо за поставленный вопрос действительно я написал семнадцатом году видеокнигу тепловые узлы кровли она из себя представляет видеокнигу плюс альбом выкройки картин это такая вот брошюра здесь около 30 страниц где есть видение и конкретно если то здесь указаны действительно выкройки картин натуральное величину и ними к этой видеокниги вернее к этому альбому выкройки картин прилагается еще видео приложение это записано на флешке 8 гигабайт обучающие видеоролики по устройству стальной фальсовой крови звальность а 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 этой видеокринги послужило то что я работаю на стальной фальцевой кровли с 80 года то есть у меня очень большой опыт работы на фальцевой кровли и этот опыт я хотел бы передать новичкам молодым кровельщикам и прежде всего молодой аудитории я имею ввиду аудитория и 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 Это школьники старших классов, 10-11, или молодые люди, которые перепробовали многие специальности, но хотят работать руками. У них есть какой-то определенный настрой на работу. Именно для этих людей я решил написать такое учебное пособие, которое бы облегчило им введение в специальность кровищек. Ну, если взять более широко, это не только для кровищиков, это и для строительных фирм, для бригад, для, ну, даже можно сказать, для кровищиков, которые только начали работать, можно сказать, для учеников кровищиков. А что нового Вы вносите вот этой книгой? Ну, по сути дела, это даже я бы не сказал новое, это вообще революционный прорыв, потому что все книги по кровельной тематике, которыми я, конечно, я слежу и занимаюсь, что сейчас выпускают, это на русском языке полный провал. Потому что основная проблема в том, что в 90-х годах, в начале 90-х, было прекращено профтехобразование. Оно погибло вместе с крушением Советского Союза. Поэтому без профтехобразования у нас уже выросло целое поколение, это уже 26 лет, 26 лет, кровищики-самоучки. То есть, когда выходишь на кровлю и видишь, как неправильно сделан ни один узел, типа, Я не говорю о сложных узлах, я говорю о типовых узлах, и, конечно, это впечатляет, негативно впечатляет. А что это, прежде всего, технология или это недостаточно профессиональное мастерство? Вот что вы видите вот в этом? Ну, здесь даже не технология, не профессиональное мастерство. Здесь отсутствует вообще понимание того, как правильно, грамотно делается остальная фальсовая кровь. Вот это самое главное. И потом, проблема же ведь не в том, как в исполнителе. Дело все в том, что исполнители бы и рады были где-то поучиться. Но доступа к образованию, к обучению систематическому вообще нет, не стало. А почему? Ну, потому что профтехобразование, которое раньше поддерживало государство, оно почило в бозе. Сейчас, на самом деле, профтехобразованием, ну, я беру узко, по подготовке кровищиков. Подготовкой кровищиков занимаются все, кем угодно. Это какие-то частные фирмы, при больших корпорациях строительных есть, конечно, определенные отделы, которые занимаются обучением. Но именно только узко своих работников, вновь прибывших, обучают, повышают квалификацию. А для широкого круга именно вот такой возможности нет. Поэтому написание книги именно в том, чтобы помочь этим людям обучаться, чем я обучаю дистанционно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...